всем огромный рукодельный дачный привет мы на даче с мамой мама в доме а я фоткаю жанну жанну я закончила и чуть-чуть попозже сейчас как приеду домой я вам расскажу и покажу поближе а сейчас хочу вам показать всю прелесть того как снимать и фотографировать на природе у нас все сегодня в снегу он там кто прилетел сорок прилетела в кормушку стрекочет где-то тут летают а вон синички летают вокруг но вообще все очень супер и здорово так что не смотрите на мой слегка помятый вид даже он вертолеты летают это все удачная жизнь и она по ходу начинается так что так вот такие вот нашла сухоцветы у нас сейчас вертолет прийти какой-то маленький и здесь вязались и это мамбренция вот такая ваза хрустальная досталась мне от вовки снимаю я на улице у нас сейчас где-то минус 1 минус 2 вот там вот если посмотрите сейчас я приближу видите кормушку но это бочка мы на ней обычно весной жжем и вот там вот синички и так хочу вашему вниманию предоставить свою жанну вот такую красавицу которую начала вышивать я в октябре в отпуске поэтому она такая у меня получил жанна путешественниц ездила со мной в тунис была в москве по даче по гостям закончила ее в люберцах а снимать привезла сюда воскресенск к нам на дачу такое осеннее настроение сразу и знаете так контрастно смотрится вышивка вот этот физалис мамбренции достаточно легкий сюжет вышивала и всего сколько я считал 18 нет вру 20 до 18 вышивальных дней то есть принципе здесь вышивать ничего сложного нет единственное конечно куча блендов вот это меня убивает и море бэкстича но без этого авторской схемы как бы не было таковой еще рассказать 16 канала гамма мулиная гамма очень много цветов я честно говоря вот с цветами не посчитала и большое количество блендов как я уже сказала но за счет этого повторюсь вся картина в целом и получается давайте я сейчас немножко поближе вам сниму ее смотреть вблизи на нее нельзя потому что она получается очень такая контрастная проблемы были у меня с правым глазом с ее я порола несколько раз от бэкстич потому что глаза у меня не получались вообще да сейчас вот веточки красивые мы уберем такие красивые граммофон чеки и вот так вот и и положим натянута сейчас к сожалению криво но это пока на картонку чтобы возможность было довести ее не помяты в рюкзаке потому что хотела снять ее именно на даче ну такая вот красивая я считаю что это какая-то ведьма потому что рыжая женщина ну что ж прошло несколько дней с того момента как я снимала вам на даче свое видео про жанну к сожалению пока я ходила смотреть снегирей против птичек у меня замерз телефон и отказался категорически включаться поэтому сейчас хочу вам доснять это видео и уже все со спокойной душой поставить точку в этом процессе вот такая прекрасная жанна повторюсь у меня получилось по ниточкам я брала помотку мулине гамма я вышивала и у меня осталось всех вот организация как вы помните видео я оставлю ссылочку было в таких коробочках с не так осталось всех какие-то бобинки похудели это вот рыжие вот эти коричневые цвета каких-то там вообще практически было задействовано совсем чуть-чуть это вот этот вот бежевый вот эти вот цвета он тут чуть-чуть в рукаве чуть-чуть кое-где ошиблась в одном месте ну не буду говорить пусть останется тайной об этом я буду только знать и и все пусть так она будет значит я очень довольна этим процессом рада что я взяла 16 канву они 14 потому что я вот начала вышивальщицу из города кроссвель вышивать на 16 канве ой обманываю на 14 она конечно светится хоть она получила достаточно такая маленькая работа но я думаю что с паспарту он будет все отлично смотреться правда пока когда поеду и оформлять я к сожалению не знаю вот такая замечательная жанна так что смотрите любуйтесь и надеюсь что вам было интересно это видео и всем до скорой встречи всем пока